Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. 2019 год был объявлен годом Даниила Грани, на котором исполнилось 100 лет со дня рождения. Библиографический отдел СМИПС подготовил дайджест, посвященный этому выдающемуся писателю, и жизнь, и сердце отданные людям. И в этом году мероприятия продолжаются, а вот какие и как стать их участником, я говорю сегодня с моими гостями в студии Елена Викторовна Горбунова, заведующей библиотекой номер 5, и Оксана Владимировна Носыч, главный библиотекарь филиала библиотеки номер 5. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Вот как раз в мае 2019 года в вашей библиотеке состоялся читательский дискуссионный клуб, вот как раз на эту тему. Я так понимаю, что это получило продолжение и в 20-м, и уже в 21-м году. Скажите, вот насколько эта тема действительно стала актуальной для вас, для библиотеки номер 5, ну, конечно, для читателей? Да, Даниил Гранин был просто невероятным человеком, человеком эпохой. И, как вы уже сказали, 2019 год был объявлен годом Даниила Гранина, которому исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Библиотеки Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы не остались в стороне и приняли участие в праздновании этого грандиозного события. Во всех библиотеках нашей системы проходили мероприятия, посвященные Даниилу Гранину и его творчеству. Библиографический отдел Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы подготовил библиографический дайджест «И жизни и сердце, отданные людям». Материалы, которые включены в это пособие, отражают жизнь и творчество Даниила Гранина. Также в нем представлен список литературы из фондов нашей системы. Произведения эти можно взять в библиотеках города Самарской муниципальной информационной системы. А также этот дайджест размещен на сайте СМИПС. Кроме этого, был подготовлен информационный методический альбом-путеводитель «Даниил Гранин» и другие парадоксы двойного портрета. В этом альбоме представлены не только произведения Даниила Гранина, а чем он интересен, что они сравниваются с зарубежными произведениями. Так, например, произведение Даниила Гранина «Пепел» сравнивается с произведением Гюнтера Грасса «Пергамент под пергаментом», где речь идет и там про увлекательные занятия, собирание, коллекционирование марок. И у Гюнтера Грасса также прослеживается собирание картины. Это дает почву для дальнейшего прочтения книг зарубежных авторов, то есть Даниила Гранина, можно перейти к изучению зарубежной литературы, малоизвестной широкому пользователю. Нам удалось представить этот уникальный сборник на онлайн-встрече с Санкт-Петербургской библиотекой номер 9, где специалисты оценили очень высоко наше творчество, результатом чего стала поездка в Санкт-Петербург. Также в рамках культурно-просветительского сотрудничества с Центром культурно-просветительского имени Гранина библиотеки СМИПС приняли участие в онлайн-встрече «Читаем Гранина вместе», где темой обсуждения был рассказ «Дом на Фонтанке». Было событие это организовано совместно с фондом Даниила Гранина, который, кстати, возглавляет дочка писателя Марина Даниловна Чернышова-Гранина. Участниками этой встречи были не только специалисты России, но и зарубежные специалисты из Нидерландов, из Франции. То есть такое международное сотрудничество налажено. И вот все эти встречи, обсуждения дали почву для участия библиотек СМИПС в конкурсе проектов, посвященных творческому наследию Даниила Гранина. Это проект Даниил Гранина, ВС «Фантастика», визуальный дневник читателя. Гранина в цитатах. И наш проект библиотеки номер 5 Самарской муниципальной библиотечной системы, который находится на улице Аэродромной, стал проект этой серии подкастов «Незаконченная книга в саду камней». Автор этого проекта Оксана Владимировна. Вот мы сейчас, да, мы поговорим обязательно поподробнее. Но вы знаете, я хотела бы прежде вам задать вот какой вопрос. Понятно, что год объявлен именем этого писателя. Кто с ним знаком, вот даже по ту сторону экрана сейчас смотрят нас, уважаемые телезрители, им это понятно. Но кто не знаком с творчеством этого писателя и не знает о нем, ну ничего, могли бы вы, Оксана Владимировна, сейчас вкратце рассказать, что это был за человек, что он писал, о чем он писал, на что делал акценты и вообще, почему он так велик и знаменит, что в честь него, да, удостоен целый год 2019-й. Конечно же, Данил Александрович Гранин – это целая эпоха нашей отечественной литературы. Он был отмечен и в свое время, и всячески в последнее время к нему возвращаемся снова и снова. И это действительно очень актуально, потому что произведение Данила Гранина очень часто ассоциируется с военной тематикой, с военной прозой. И поэтому особое внимание было уделено именно этому аспекту в связи с тем, что 75 лет победы, безусловно. И здесь произведение Данила Гранина, в первую очередь блокадная книга, занимает особенное место. Данил Гранин – это его выдающийся общественный деятель. Он неравнодушный человек к проблемам общества. Он принимал участие во многих организациях и благотворительных организациях. Это человек очень многогранный. Недаром его псевдоним Гранин, а его настоящая фамилия Герман, и его псевдоним Гранин действительно дает нам понять в различных аспектах его творчества. Гранин ассоциируется очень часто с советской эпохой, поскольку он издавался и много сборников выходило именно в советское время. Но он оказывается очень актуальным для современного читателя и даже для молодого читателя, что тоже очень важно. Я вот, например, хотела бы немножко рассказать о специфике творчества Данила Гранина. Это очень интересный момент. Почему? Потому что первые его произведения были связаны с тематикой научного творчества. Ученый занимает очень важное место в творчестве Данила Гранина, и он сам имеет отношение к науке. Он также был и аспирантом политехнического университета. Он был также человеком, который занимался научными исследованиями, опубликовал ряд научных статей. И ему очень хорошо знакома научная деятельность и все, что с ней связано. Те впечатления молодого ученого, его желание открыть что-то новое, и в то же время столкновение этого ученого с окружающим обществом, с социальными реалиями. Это актуально было и в советское время, это актуально и сейчас для молодых людей, которые открывают жизнь, которые хотят выразить себя, а это желание молодого человека, безусловно. Не только ученого, но и любого молодого человека. И вот это взаимодействие с окружающей средой, с социальной средой, прежде всего, какие оно порождает, может быть, противоречия, как найти себя, как не потерять свое человеческое достоинство и как сохранить вот эту целеустремленность. Вот эти моральные аспекты, они занимают очень важное место в творчестве Гранина, что делает его действительно вне времени, человеком вне времени. В его произведениях отсутствует какой-либо пафос или назидание, что тоже отталкивает молодых читателей, которые очень искушены, безусловно. Они читают в основном зарубежную литературу очень часто и считают, что наши авторы, особенно авторы, как говорится, прошлой эпохи, что они, в общем-то, не могут быть актуальными. На самом деле, как раз произведение Гранина показывает, что он очень актуален. И, в частности, его путевые очерки, его путевая проза, которая отправляет нас в миры и географические, иные миры, и в то же время в миры нашего подсознания. Вот та же книга, которая была положена в основу нашего подкаста в библиотеке номер 5 СМИПС, который реализовывается до сих пор, он получил очень высокую оценку в Санкт-Петербурге в рамках второго всероссийского библиотечного конкурса, посвященному творческому наследию Даниила Гранина. Вся система СМИПС была высоко отмечена. Мы получили первые места в двух номинациях. Это за серией проектов «Читаем Гранина вместе». Было очень высоко отмечено достижение нашей системы в целом. И, безусловно, наш проект, библиотеки номер 5, подкаст «Незаконченная книга в саду камней» получил первое место в номинации «Я читаю Гранина» как индивидуальный проект. Это серия подкастов. Мы в прошлом году реализовывали его в определенный промежуток времени и возобновляем в этом же году, продолжая отправляться в путешествие в миры Гранина. Замечательно вы писатель. Скажите, а что для вас, как руководителя, значит такая оценка? Ну, во-первых, удивляет, что не то, что даже удивляет, а это даже придаёт достоинство нам, то, что нас замечают на высоком уровне. Нас замечают не только в Санкт-Петербурге. Нас слышат участники вот этих встреч за рубежом. Потом, как всегда, там на встречах присутствуют очень интересные люди, в том числе и вот дочка Даниила Гранина. Ну, конечно, это придаёт статус нашей Марской муниципальной информационно-библиотечной системе. Хорошо. Вы не раз в нашем сегодняшнем разговоре упоминали такое слово, как подкасты. Расскажите, пожалуйста, зачем вообще они нужны в библиотеке? Это очень интересный вопрос, очень актуальный вопрос. Дело в том, что подкастинг – это такая новая форма онлайн-контента. Мы с вами живём в современном мире, в мире информационной технологии, и наше общество всё более и более вовлекается как раз же вот в эту онлайн-среду. И библиотеки не исключены. Библиотеки не исключены, безусловно. И поэтому для библиотеки это прекрасная возможность сеять разумные, добрые, вечные и выполнять свою миссию, безусловно, и в онлайн-пространстве. И здесь подкасты оказывают очень большую помощь библиотекам, поскольку они позволяют осветить какую-либо проблему, рассказать об авторе, о писателе, о каком-либо произведении, просто организовать какой-нибудь круглый стол, например, да, и обсудить произведение. Преимущество подкастов заключается в том, что человек свободен, может слушать подкаст, в принципе, в любом месте. Он может ехать в машине, он может ехать в трамвае. Включив, например, на смартфоне подкаст, он может получать очень интересную информацию, которая, безусловно, безусловно, воздействует, заинтересовывает, безусловно. Очень подкасты, может быть, близки радиопередачам. Вот те наши современники могут вспомнить, например, замечательные спектакли радиопостановки, которые в свое время мы слушали, с большим увлечением. Они действительно производят такое. Возвращаются, многие сейчас слушают. И сейчас для библиотеки это тоже прекрасная возможность, в увлекательной форме, интересно рассказать о каком-то таком явлении. А вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, что все-таки полезнее, наверное, послушать аудиокнигу или ту же книгу взять в библиотеке в руки и прочитать? Ну, вот как мне кажется, все равно это две формы, они друг друга взаимозаменяют. Нельзя сказать, что лучше, это или это. Эти разговоры ведутся ведь очень давно. Если мы вспомним еще фильм «Москва слезам не верит», когда рассуждали, что ничего не будет, а будет одно телевидение, так же можно говорить и про книги. Электронные и бумажные книги, они всегда существовали и будут существовать, наверное, одинаково. Если прочитаешь книгу в электронной библиотеке, то и она понравилась, и ее все равно захочешь приобрести. Идешь и покупаешь эту книгу. Потом, наверное, бумажная книга перешла сейчас в разряд более элитарности, элитных книг. Хорошо изданную книгу приятно подержать в руках, ее приятно подарить. Все-таки лучший подарок эта книга остается, наверное, актуальным и по сей день. А вот восприятие, я имею в виду, некоторые люди воспринимают лучше информацию на слух, некоторые аудисты, да, вот прочитал, и ты, как бы, понял больше и лучше. Вот с этой точки зрения, ваше мнение. Вот лично вам. Ну, здесь это очень удобно. Также едешь в машине, можно слушать аудиокнигу, где-то еще находишься. Конечно, это очень удобно, когда есть аудиосопровождение. Ну, да. Вы слушаете аудиокниги? Да, иногда я слушаю аудиокниги. Но здесь я бы хотела очень интересный момент такой подчеркнуть, что библиотеки сейчас, они, в общем-то, вовлекаются в онлайн-среду, и это не просто аудиокнига. Аудиокнига – это просто чтение, да, вот так скажем. Она может быть живым, может быть интересным, увлекательным, но это также и некие обсуждения, это также выражение своей личной точки зрения. И людям, безусловно, очень интересно слушать мнение. А вот, например, читатель прочитал какую-то книгу, или, например, библиотекарь, который вводит нас в мир этой книги, уже дает нам определенные представления. Это тоже очень интересно, послушать отзывы, обсудить содержание. И поэтому подкаст, например, наш подкаст, он не ограничивается просто чтением, это именно смысловая нагрузка, это именно обсуждение важных моментов и аспектов, на которые, возможно, человек бы не обратил внимания. Но и библиотекарь, совершенно верно. И здесь функция библиотекарь, безусловно, обратит внимание на какие-то важные моменты, которые могут просто, так скажем, быть вне поля зрения. И я бы еще хотела сказать по поводу чтения. Дело в том, что аудиокнига, у нее есть свои плюсы, свои минусы, поскольку диктор, который читает аудиокнигу, в какой-то степени воздействует на наше сознание и, может быть, в какой-то степени создает определенную картину в рамках, так скажем, своего голоса, своих акцентов и так далее. Но когда вы берете и читаете эту книгу в оригинале, любую, да, вы возьмете, у вас в голове будет складываться своя собственная картина, связанная с вашим личным переживанием. У меня было много таких примеров. То есть, не навязан эмоциональный фонд здесь еще будет. Совершенно верно. Не навязывается эмоциональный фонд, будет ваше личное переживание. И даже Данила Александрович Гранин, он подчеркивает, что книга, книга – это уникальная вещь, поскольку она вовлекает человека в переживание. Это ваше проживание себя. И аудиокнига в данном случае, она может быть интересная, но она не заменит вам этого интимного общения с книгой, вашего личной вовлеченности. И вот, кстати, цитата его как раз, это одно из самых сладких чувств при чтении – это момент узнавания. То есть, она должна быть глубоко личным. То есть, это и про меня, это и я так думал, это я об этом плакал. То есть, это очень глубоко личный процесс. Очень часто с книгой даже уединяются, чтобы никто не мешал этому общению именно с текстом. Хорошо. А если все-таки продолжать тему Гранина, чтобы еще бы вы хотели сказать, будет ли вот на протяжении 21-го года дальнейшее мероприятие, какое-то взаимодействие с тем же центром. И вот, я смотрю, вы принесли какую-то, наверное, совершенно уникальную фотографию. Давайте мы ее покажем и расскажите о ней. Да, я хочу рассказать, как эта фотография появилась в нашей библиотеке. Наверное, не зря мы взаимодействуем с культурно-просветительским центром. Основа эта была заложена очень давно. Когда-то в нашей библиотеке номер 5 Самарской муниципальной информационной библиотечной системы располагалось литературное объединение, возглавляемое читателем-общественником Гедасповой Марии Александровны. Ее сын Борис Вениаминович Гедаспов в 1989 по 1991 год был последним первым секретарем АКОМа Ленинградского КПСС. Перебравшись в Ленинград, Мария Александровна очень долго поддерживала отношения с нашей библиотекой. Они переписывали заведующие, достелились новостями. И вот в архив библиотеки таким образом из письма Марии Александровны попала вот эта фотография, которая подписана в библиотеке номер 5 с пожеланиями двух просветителей – Гедаспов и Гранин. Библиотека имени Гранина Санкт-Петербург заинтересовалась этой фотографией. Мы им сканировали, высылали, потому что у них организовано большое выставочное пространство из фотографий Даниила Гранины. Вот такая еще. Но по мероприятиям что-то стоит дополнить? Будут ли они продолжаться в рамках чтений? И вот, кстати, почему эта программа будет выстроена так? О каких книгах вы еще будете рассказывать? Ну, книги… Фонд Самарской библиотечной системы довольно-таки большой. Произведения, которые можно взять для обсуждения, то же самое. Можно брать любое совершенно произведение. Во-первых, это очень удобно использовать, когда к тебе неожиданное мероприятие, приходит какой-то класс. Можно взять любое произведение и вместе провести беседу, громкое чтение и обсуждение этого произведения. Это всегда интересно. Всегда… Небольшие произведения Гранина всегда имеют под собой большой объем. Они переходят к огромному значению. Вот тот же «Дом на фонтанке» у нас был из опыта нашей библиотеки. Было обсуждение этого произведения, где старшеклассники были просто поражены, как Даниил Гранин в своем произведении, казалось бы, небольшом, мы в течение урока обсудили его, уделяет большое внимание обстановке, куда попадает главный герой, где узнается ленинградский быт, «Интеллигенция 30-х годов XX века». Тут и книги, и мебель, и обстановка петербургской семьи. И, казалось бы, такие незначительные подробности позволяют читателю увидеть, как жила семья, представить. Вот, кстати, классы часто ли к вам приходят на такие уроки? И что они, конечно же, дают современным нашим школьникам? Слушают ли они вас, проникаются ли они произведениями, о которых вы им рассказываете? Я думаю, что, безусловно, здесь, как я уже говорила, для молодого читателя Гранин интересен, прежде всего, тем, что он видит события глазами простого человека, молодого человека, который еще только открывает для себя жизнь. И поскольку эти произведения также охватывают различную тематику культурную, я бы хотела сейчас подчеркнуть, что его произведение и то произведение, которое было положено в основу подкаста «Незаконченная книга в саду камней», оно знаковое, достаточно символичное для творчества Гранина. Он сам выделил это произведение, сказав, что подобное произведение можно никогда не заканчивать. В нем сплелось различные направления, различные тематики. Там очень интересно и страноведческое, что, безусловно, интересно молодому поколению, как мы видим, например, другие миры, другие страны, другие культуры, какими глазами. И в то же время наши личные переживания, эмоциональная составляющая этих произведений, они сразу увлекают. Даже молодого человека, собственно говоря, и дети, они ведь любят впечатление, они любят переживания. И как раз книга Гранина дает нам эту возможность. Со-переживание. И, например, военная тематика, чем она так привлекательна, чем она особена в творчестве Гранина, потому что многие писатели писали о военных событиях. Почему, собственно, такое внимание, да, чем он интересен? А именно тем, что он представлял войну, и это интересно молодым людям, такой, какой она была. Может, во всех своих оттенках, во всех своих нюансах, может быть, иногда нелицеприятных. И в то же время, благодаря этой правде, этой правде, а молодежь, вы знаете, ее не обманешь. Ей нужна правда. Они очень остро реагируют, когда детей, ведь вообще обманывать нельзя, правда? И когда они видят правдивый рассказ, когда они чувствуют вот эту острую боль, содержание этих рассказов, например, тоже произведение «Мой лейтенант», особенно имеющий большое значение, и в том числе в творчестве Гранина. И когда они видят войну глазами героя, они начинают видеть ее своими собственными глазами, и сопереживать. А это очень важно. И прочитав эту книгу, вы уже не будете другим. Вам нельзя будет навязать какую-то такую извне точку зрения, ничем не обоснованную и так далее. Это будет ваше личное переживание. Вот мы сегодня в большей части нашей программы говорили о современных технологиях, которые, в частности, используются в вашей библиотеке. Скажите, а не возникает ли трудностей с их использованием у читателей, в частности, у молодежи и, может быть, у пожилого возраста? Они не только, наверное, не возникают трудностей, а наоборот, привлекают еще больше. Когда на мероприятии, практически весь 2020 год все наши мероприятия проходили в онлайн-формате. Это были и онлайн-встречи с читателями, и с культурно-просветительским центром. И наоборот, библиотека здесь представлена в более, наверное, выигрышном варианте. Ну, а молодежь, она притягивается вот именно как раз с помощью таких, наверное, методов. Да, это позволяет экономить время, потому что не секрет, что молодые люди многие учатся, они же не могут, например, днем, вечером у них, они тоже заняты. То есть постоянно занятый молодой человек – это типичная черта нашей современной жизни. Поэтому ему проще, конечно, открыть и посмотреть. Если библиотека может донести что-то очень важное, очень интересное в этой форме, то это очень большой плюс нашей современной эпохи. Этим надо пользоваться. Еще по поводу возраста. Есть очень много у нас пожилых людей, а у нас самого разного возраста посетителей библиотеки, которые с увлечением используют как раз эти онлайн-технологии, зачастую даже и лучше, чем молодые. То есть здесь возраст не имеет никакого значения. Более того, сейчас очень актуальны онлайн-услуги библиотеки по предоставлению различной информации в связи с тяжелой ситуацией в 2020 году, когда была изоляция. И до сих пор, когда многие пожилые люди, например, не могут или не рекомендованно посещать библиотеки, они могут, например, дома, находясь, просто открыть и посмотреть, какое-либо наше мероприятие у нас реализовывается. То есть все это демонстрируется? Конечно. Онлайн, все это доступно. Что нужно сделать? Обратиться к вашему сайту, к социальным сетям? Да, безусловно. У нас, безусловно, самый наш главный сайт, где собрана вся очень интересная информация в системе. Это 3WSMIPS.ru, где также представлены новинки литературы. Если кто-то хочет узнать, что сейчас можно почитать и какие актуальные наиболее книги, иногда это сложно сделать, такой вывод, что их море, этих книг, вы можете зайти на страницу сайта, посмотреть. Действительно, часть этих книг также есть в библиотеке Литрес, с которыми у нас партнерские отношения. Это тоже очень важный момент, поскольку библиотеки заключают вот такие партнерские отношения с Литрес, и они нам предоставляют книги, собственно, бесплатно. Это тоже можно прийти к нам, зарегистрироваться. Библиотека номер 5 МИПС. Достаточно быть читателем нашей библиотеки. Достаточно быть читателем. Ну, я не могу не воспользоваться возможностью, и не спросить вас о последних новинках, которые есть в вашем фонде, которые удивили лично вас. Вы с книгами проводите очень много времени, поэтому что бы рекомендовали сейчас почитать вот последние новинки? Ну, вот один из интересных молодых писателей – это Алексей Сальников «Петрова в Агрепе», и вокруг него очень интересная книга. Да, она получила премию, по-моему, какую-то литературную премию есть. Про нас с вами, про нашу с вами жизнь довольно-таки интересно и актуально. Оксана Владимировна? Ну, я вот тут даже кое-что предпосла показать. Принесла с собой книгу, которая мне очень понравилась. Принадлежит она первому, уже и знаменитого шведского писателя Фредерика Бакмана. Здесь была Брит Мари. Он очень известен Бакман в последнее время, стал благодаря своими произведениями. Есть бы тоже бюро на карандаш. Да, произведениями своими «Вторая жизнь Увы», которая была экранизирована и в Швеции, и за которую даже взялся Том Хэнкс, известный американский актер и продюсер. Вот это его произведение говорит нам о непростой судьбе уже женщины в возрасте, которая меняет свою жизнь, не боится перемен, находит новое счастье, новую любовь. В общем-то, очень позитивное чтение, которое так необходимо нам сейчас всем с вами, наверное. Ну и вот на этой позитивной ноте я заканчиваю нашу программу. Благодарю вас за интересные новости, за интересное интервью. Спасибо вам большое. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Берите книги в руки и читайте с удовольствием. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!